Привет, друзья! В Северной Америке довольно комфортная жизнь. Права покупателей защищены довольно надежно. Но было бы наивно полагать, что тут нет предприимчивых остапов-бендеров, которые забросили попытки относительно честного отъема денег у населения. Разумеется, и здесь есть пройдохи, которые не упустят случая срубить дензнаки, не отходя от кассы. Что самое интересное, это касается и нашего с вами увлечения. Одна из довольно известных схем обмана, так называемая white wine speakers, то есть колонки из белого буса. И хотя по этой схеме распространялись не только колонки, но и другие вещи, телевизоры, системы домашнего кинотеатра, мы сегодня познакомимся только с колоночной частью схемы. Итак, вы выходите из магазина хозяйственных товаров. В одной руке у вас валик, а в другой банка модной краски радикального цвета. А корзина забита звукопоглощающими панелями для вашей комнаты прослушивания. Пока вы сосредоточенно продумываете список коктейлей на торжественном открытии объекта, перед вами неожиданно останавливается бусик, обычно белый, опускается окошко и улыбчивый парень спрашивает. Как дела, бро? Ты на автомате категорически отлично. А улыбчивый парень уже озвучивает свой рекламный ролик. Слушай, возможно это прозвучит странно, но не хочешь ли ты по дешевке взять колонки? Ну в смысле аудиоколонки. Мы с партнером только что закончили объект, домашний кинотеатр у одного богатенького буратины. Осталось несколько колонок, их просто невозможно воткнуть уже в места предусмотренные спецификации. Вот остались у нас ни туда ни сюда, они хозяину не нужны, ну выбросить нам жалко. Слушай, возьми по дешевке. Ты как бы соглашаешься, ну покажите что у вас. Они показывают товар в упаковке, на упаковке большими печатными буквами цена типа 499 долларов. Парни ловко вытаскивают колонку и вгоняют последний гвоздь. Ты только посмотри какие классные характеристики. Да за такую цену. И не забывай, нам нужно срочно все это продать, потому что наш рабочий бус забит всяким барахлом, от которого нужно побыстрее избавиться. Ты не думай, это не ворованная. Короче, с тебя 120 баксов. Ты не веря своему счастью, сторговываешься на сотню и счастливый пакуешь покупку в свою машину. И в чем же оказывается подвох? В том, что это новый, но не совсем качественный товар, который стоит возможно именно ту самую сотню долларов, а не обозначенных 500. И что ты бы в обычной ситуации эти дрова вряд ли бы купил. При этом по правилам торговли в Северной Америке у такого сложного товара должна быть гарантия хотя бы в год. Но кто будет о ней спрашивать, когда такое счастье само пришло к тебе в руки? Это ничего, что и бренды колонок оказываются какими-то странными, и упаковка какая-то слегка стрёмная, да и сам товар какой-то не совсем понятный. Ну вот название. Аудиотек. Вроде и название такое правильное, профильное, звуковое, но оно по странному стечению обстоятельств не гуглится. Обычно такие названия имитируют дорогие и раскрученные бренды, но пишутся правда по-другому. Забавно, что юридически тут нет состава преступления. У продавцов имеются все чеки и документы, подтверждающие легальность происхождения товара, на тот случай, если вдруг их задержит полиция. Да, сам товар качеством не блещет, но он не украден. Это просто более динамичная схема дистрибуции харизматичными и очаровательными парнями с дефицитом наличности. Разумеется, в век интернета уже известно, кто за этим всем стоит. И у этого человека есть и имя, и номер налогоплательщика. Его зовут Майкл Джозеф Амароза и занимается он таким бизнесом уже более 30 лет. То есть три десятка лет. Находятся падки на упаковку покупателей, которые сметают целые ангары товара в индустриальных количествах, которые Майкла Мороза заказывает по демпинговым ценам в стране, которую нельзя называть. Нанимаются бедолаги, которые за процент от продаж сбывают этот нехитрый товар прямо с арендованных бусов, минуя стадию человеческого магазина. Их до слез инструктируют, учат, как подъезжать и как впаривать. Что интересно, схема работала многие десятилетия, не только в США, где была впервые обкатана, но и в других странах британского сотрудничества, включая Канаду и Австралию. Владелец именно этих колонок, именно этой пары, приобрел их именно с белого буса. Деталей он не помнит, но суть проста. Да, я подумывал о колонках для своей крытой веранды, а тут ребята на бусе. Кажется, я взял у них эти колонки за сотню баксов. Да что там, владелец. Моему приятелю предлагали целый кинотеатр фирмы Bang. Ну, про Оловсона продавцы забыли, правда. А в другой раз уже меня лично хотели осчастливить плазменной панелью. Конструкция колонок. Здесь мало можно чего добавить к увиденному. На фронте три громкоговорителя. Довольно крепкий корпус, а бит чем-то вроде войлочной ткани. Из общения с профессиональными звукачами выяснилось, что в их среде это называется карпет. Карпет по-английски это ковер, что для русскоязычной среды звучит несколько забавно. Кстати, зачем нужен войлок карпет на колонках? Ну, профы объясняют это все просто. Обивка корпусов АЭС тканью с коротким ворсом нередкое явление для профессионального сектора. В большинстве случаев выполняет декоративно-защитную функцию от мелких царапин и повреждений. Ну и оказывает незначительное влияние на акустические свойства, слегка демпфируя звуковые волны. На бытовых АЭС иногда применяются в схожих целях. Называется текстильная отделка. А еще колонки с такой обивкой можно безбоязненно перевозить в автомобиле. Не боясь при этом повредить свой любимый автомобиль. Для колонок из белого буса это еще один фактор в пользу крутой покупки. Поскольку можно сказать, что это профессиональное оборудование и только сегодня по специальной цене. Помимо ткани, динамики колонки защищены довольно крепкой решеткой. При всем своем пластиковом виде они довольно крепкие и защищают диффузоры довольно надежно. Самый верхний динамик показался мне со слепым муляжом или детской формочкой для изготовления твиттеров колобков из песка. Впрочем, при неполной разборке выяснилось, что это таки полноценный динамик и он таки звучит. Заглянул внутрь, кроссоверов нет, но есть висящие на проводах конденсаторы. Если эти колонки претендуют на профессиональное применение, у них должны быть ручки для удобной переноски. Я видел много эстрадного оборудования, которое легко переносить, но здесь это не тот случай. Ухватиться вообще не за что, только обнять. Неудобство переноски компенсируется небольшим весом. Эти колонки весят в районе 14 килограмм каждая. На задней панели находится совершенно стандартный и безидейный порт для подключения проводов. В общем, ничего сверхъестественного. Хотя радуют надписи 250 Ватт и 20 Гц, 20 тысяч Гц, а волшебная надпись Digital Ready, что бы это ни значило, но солидности прибавляет сразу. Ну, с внешним видом разобрались. Самое время послушать и оценить звучание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Список проклятых брендов Друзья, в век интернета не стоит попадаться на удочку ловкачей. Чтобы не стать обладателем, мягко говоря, сомнительного товара, делайте небольшое исследование, что за зверь, что стоит и почему. Вот вам список брендов, под которыми распространялись аппараты через белые бусы. Каждый раз, когда мне попытается изделие со странным или странно знакомым названием, я сверяю это название со списком, который составили энтузиаст за несколько десятилетий наблюдений за этим явлением. Не то, чтобы у меня какие-то плохие предчувствия к таким аппаратам, просто лучше понимаешь, что можно ожидать. Полный список таких брендов я привожу у себя на страничке. Ссылка в описании к видео. Теперь и вы будете вооружены знанием. Там в списке есть и всякие забавные названия, типа Кирш, что созвучно моим колонкам Клипш и Парадайм, только пишется по-другому и так далее. Короче, кто застал эпоху брендов, которыми был наводнен Советский Союз в самом начале 90-х, знает о чем я говорю. Тогда появились эпичнейшие и Акаива, и Панасоникс, и все тому подобное. Сегодняшняя стоимость. Что удивительно, сегодня такие колонки до сих пор можно найти в продаже. Видимо, уже ни продавцы, ни покупатели не имеют представления о всей истории со всеми деталями. Колонки из моего видео можно найти в продаже с ценами от 30 до 100 долларов. Все зависит от щедрости продавца. Вот и скажите, это много или мало? Для объемистых колонок в приличном крепком корпусе. При этом эти колонки даже производят звуки, и их даже вполне можно таскать по передвижным дискотекам. Друзья, жду ваших искрометных рассказов о фальшивках в комментариях. Большое спасибо за внимание. До встречи на моих теплых ретроволнах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...